Уважаемые дамы и господа, представляю вам официальных лиц титульного поединка Россия, представляю вам участников титульного поединка В синем углу, боец из Мексики, город Веракруз Ему 39 лет Рост 173 сантиметра, вес 58 килограммов, 800 граммов Профессиональный рекорд 70 боев 51 победа, 34 из них одержаны нокаутом, 18 поражений, 1 ничья Экс-чемпион мира WBC 14 номер рейтинга WBC, претендент на титул Приветствуйте, Томас Рокас Его соперник в красном углу, боец из России, представляет город Екатеринбург Ему 24 года Рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов, 700 граммов Профессиональный рекорд 15 боев Во всех одержаны победы 9 из них нокаутом 7 номер рейтинга WBC, 8 номер рейтинга WBO, 15 номер рейтинга IBF Действующий чемпион WBC International Неповещенный Мухаммад Якуба Действующий чемпион Мухаммад Якуба Действующий чемпион Мухаммад Якуба Действующий чемпион Мухаммад Якуба Друзья, ну вот, главное событие вечера мы дождались, бой за титул WBC International Супер полулегкий вес 58,8 лимит Ну и стоит отметить сразу, что для Томаса Рохасова это неродная Весная категория, он первым наилегчайшим начинал свою карьеру и был чемпионом мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе Ну а сейчас 55,8 Не стоит начинать, не стоит забывать, что начинал он свою карьеру в 96 году и после этого прошло почти 25 лет Да, 24 года уже прошло, да И многое поменялось, 39 лет Томасу Рохасу, у него за плечами 70 профессиональных поединков Но без сомнения, конечно, это очень опытный, искушенный боец, никуда не торопятся пока боксеры Хорошо джебом попадает Мухаммад Фаджа Якубов, надо отметить, как мы уже говорили, готовился в зале у Фредди Роуча И получил очень хорошее одобрение И даже в инстаграме у этого тренера было прочитано, что с удовольствием поработал Фредди Роуч с Мухаммад Фаджой Якубовым И мы даже видели кадры во время предыдущего боя, как Мухаммад приехал в академию и в раздевалке Через видеосвязь даже пообщался с Фредди Роучем Да Хорошее попадание от Мухаммада Своего подопечного не забыл Фредди Еще одно попадание И мне кажется, что он пробил сейчас Да-да-да, мне показалось, качнулся, как на ногах Рохас Немного, да, есть Ну и стоит, конечно, отметить, очень высокий даже для этого вес Томас Рохас 173 сантиметра, то есть выше среднего, скажем так Если представить, что он в Мухачах игрался, то он вообще был, наверное, гига Отличный удар, корпус пробивает, Мухаммад начинает раскачивать на ногах, умеет это он делать Все видит пока на средней дистанции Мухаммад, хорошо достаточно защищается Ну и да, пока нечем удивлять Мухаммадом-мексиканцу Пока что совершенно спокойно он работает Но, с другой стороны, преимущество опыта в том, что он проявляется по-разному в разное время Пока что Мухаммад себя комфортно чувствует в ринге, судя по тому, что я вижу Ну, опять же, такое большое количество боев в профессиональном боксе Это такая иммунитет и может подстроиться Рохас потихонечку, поэтому начинает он адаптироваться Ну и идет Рохас, несмотря на то, что у него есть преимущество в росте, так идет вперед, пытается где-то обострять на среднюю дистанцию Все-таки мексиканские корни дают о себе знать Раунд закончен Слышали? Нормально, не давай инициативу В конце отдал инициативу тебе поддал Так, постарайся не отдавать цель И джебом и побольше Ты лучше хорошо берешь Долби туда Только не одиночными, а постарайся два Два-три пробить А джеб может одиночный, а потом, когда будешь бить Вот такой уже Два-три удара, хорошо? И чередуй Тулучая голова Тулучая голова Голову наканчивается Просили от Якубова в перерыве Бу не отдавать центре ринга Не сжаться к канатам Больше работать с дистанцией Ну и чередовать атаки в суловище в голову Что в принципе Мухаммад Хаджа умеет очень хорошо Отличный удар в корпус Вот очередование, о котором мы говорили Вот, в два этажа отработал Якубов С глаз к туловище перевел на голову И тут же попадание Строго выполняет план своего угла Мухаммад Хаджа Практически не пятится он сейчас канатом Ведь двигается вокруг своего соперника Отлично отзащищался сейчас Рохас внимательно следит Хорошо по корпусу попал Но Якубов пока что такими одиночными уколами старается Поражать, меркитаться Комбинация была достаточно быстрая И попал там Якубов Провалил Рохас Мухаммаджу Но не нужно торопиться Якубову Пошел на обострение Томас Рохас Но достаточно уверенно отзащищался там Мухаммад Хаджа Вот так вот за счет винтов выдергивает на себя Якубов своего соперника Пока не включается он своими такими многоударными комбинациями Возможно Выжидающая тактика в первых раундах у команды Якубова 12 раундовый поединок все-таки Время есть Предостаточно Снова попадает в туловище Якубов Отлично ловит навстречу здесь И вот это большое количество ударов по туловищу Все-таки я думаю Могут сказаться в поздних раундах Опять корпус пробивает хорошо Якубов Подсказывают ему из угла Добавляя удары в голову И ему видно даже задышал Рохас Ну видимо да Удары в корпус Все-таки возымели свой эффект Но видно насколько сконцентрирован Якубов Он никуда не торопится Максимально слонокровно старается работать Вот отличная двойка Вот они переводы Которые к нам просили Цели Пока мало что получается Ур Лексиканин не дает о себе знать Скажем так Не успевает на ногах Тут очень сильно Томас Рохас Пытается где-то Так Поехали Добавляя В Добавляю Не- Нет Добавляю Добавляю Ага Третий раунд Сразу рванул так вперед Рохас Да, мексиканку надоело видимо ждать Также пытается Акцентированно работать по туловищу Рохас Понимает мексиканец Что нужны эти удары Ему как-то нужно замедлить Попытаться замедлить Мухаммада Ходжиу Вот вроде бы есть преимущество у мексиканского боксера В Росе, но он постоянно идет вперед Постоянно пытается навязать ближнюю среднюю дистанцию Хорошая комбинация от Якубова В принципе пока очень точен Мухаммад Не делает лишних движений, не наносит лишних ударов Но он понимает все-таки действительно 18 из 18 поражений всего 4 досрочных Да, он не заряжается на нокаут Это правильно, с Рохасом нужно боксировать Боец, да, достаточно хорошо видимо держит удар Относительно, и поэтому пока рано видимо включаться на полную При всем при этом достаточно уверенно защищается Мухаммад Ходжиу Видит все атаки своего соперника Очень коротко и так жестко, сухо ударил право по туловищу Рохас Мухаммада хорошая поддержка в зале Мы слышим это По корпусу Рохас попал Рохас настырно идет вперед Все-таки этот огромный опыт Ну да, его сложно чем-то удивить или напугать У него есть четкий план на поединок И он пытается его реализовать Попытка такого апперкота от Мухаммада Ходжи Была достаточно успешной Но вот смотрите, первый раз, мне кажется, так попал Скользь с дальней руки Рохас Пытается так за счет темпа Все-таки навязать Якубову вот такой вот высокий темп Отличный удар по туловищу И там ниже пояса Рохас попал, показалось мне Да-да-да, было низко Якубов до этого попал хорошо очень в корпус Но пока очень нервный бой Вот так вот до первой ошибки Никто из боксеров старается не раскрываться Поэтому пока очень нервный Начинает уже на ногах здесь Купомат Ходжа За огромное количество ударов пробивает по корпусу все-таки И в голову попал Мухаммаджа Ждем следующий раунд Слушай, давай Хорошо это Дыши, дыши Хорошо идешь, молодец Чит правый, короче, бей Замак большой бьешь по затылку, не попадаешь точно Короче, бей Прям в обод, может прямой, прям Коротко И в серии хорошо работаешь Давай сейчас по серии Две-три серии длинные надо сделать И снизу подцепи его Хорошо Четвертый раунд И третий раунд был достаточно такой опасный со стороны Томаса Рохаса Очень много ушел вперед Да, начал включать Томас Мексиканец попер вперед Ну и плюс Все-таки Высокие ставки в этом бою WBC International это серьезный титул Кстати, Томас Рохас им в другой весовой категории, правда, но уже владел Во флайвейте он был интернациональным чемпионом И мы видим, что очень настроен и вновь хочет его за него учить В 39 лет в другой весовой категории, почти сказка Ну и вот активизировался очень сильно в этом раунде Рохас Неплохо защищался сейчас Мухаммад Мы знаем, Якубов умеет работать вот так вот на дистанции Умеет кружить на ногах Но пока он не включается, не отдает пространство, не пятится Он даже где-то встал и попытался так отменяться ударами с соперником Ну это, опять же, распределение сил по дистанции, мне кажется Томас Рохас вообще, скорее всего, рассчитывает на вторую половину, если не на последние четыре раунда Да, вполне возможно Просто потому что 39 лет, об этом не стоит забывать Выносливость штука сложная Но мы видим, такой высокий темп продолжает навязывать все-таки Опасный правый круг так пробивал Рохас Хотя, несмотря ни на что, у Якубова была рука на месте Ну вот уже Мухаммад отвечает Хорошо сейчас на ногах ушел Якубов Но Рохас становится все более резким, все более стремительным Он все более настырным, да, постепенно наращивает темп Это точно И это опасно Это всегда Наступает этот момент, когда начинает соперник тебя обгонять И не всегда успевает на это отреагировать Нужно быть очень внимательным Мухаммаду И вот те удары с дальней руки, которые вроде получались у Мухаммада в начале И сейчас уже присутствуются к ним Все-таки этот огромный опыт адаптировался Отличное попадание правым крюком от Мухаммада Четыре раунда позади В этом году Субтитры делал DimaTorzok Пятый раунд Ох, какой плотный удар Партулов еще пробивает Якубов Еще раз туда же Мухаммад и добавляет сразу же правый боковой Отличное попадание на Якубов Да, точно, в бороду Ох, хорошо Улыбается пока Улыбается, значит почувствовал, друзья Якубову главное не поддаваться на провокации Потому что провокации сейчас начнутся Да, я думаю, за огромную свою карьеру Рохас Большое количество его имеет ловушек и всяких уловок Да Сузов руками, я думаю, у него несколько Якубову надо не дать возможности их разыграть Стал оставаться тут на средней дистанции Мухаммад и, в принципе, достаточно комфортно защищается Умеет он защищаться корпусом Так опасно по туловищу пробивает Рохас Рохас, мексиканец, умеет туда бить, бьет постоянно Хорошо двойные у нас дальние руки Отличная двойка, да Вот так нужно почаще работать на Мухаммаду Не зацикливаться, но я про скорее формат, чем про конкретную комбинацию Да, а привыкает к одним и тем же углам своих ударов все-таки Рохас И начинает достаточно автоматически быстро защищаться Якубов меняет эти алгоритмы Правильно делает К тому же стоит заметить, что у Мухаммада достаточно широкий технический архенал И он может менять эти алгоритмы и даже часто Опять так идет вперед Рохас заставляет пятиться он Якубова По корпусу попадает Ну и вот, мне кажется, немножко подспил спесь с мексиканца Мухаммад в начале раунда Своими точными попаданиями, да Куда-то пропала вот эта резкость из прошлого раунда, которая появилась у мексиканца Стало ему чуть потяжелее, видимо Снова слева попадает Отличные резкие боковые удары у Мухаммада Знаете, защиту корпуса пытая показывает здесь Рохас Вовлекает Мухаммада вот этот размен Нужен ли он Мухаммаду? Вот, если честно, главный вопрос На данном этапе поединка Мне кажется, рано Левый на левую били И защиту корпусом продемонстрировал уже Якубов Ждем следующий раунд Все, молодец Только снизу не поднимаешь Поднимись, это пятый Шестой будет Шестой Мы видим пока Все спокойненько Так же с дистанцией Двойки, тройки идут шикарно Атака и ушел Понял? Быстро делаем Атака и ушел Только я прошу тебе еще снизу поднять С любой руки Снизу Атака и ушел Атака и ушел Шестой раунд Мухаммаду Якубову подсказывали в углу Что все в принципе хорошо Комбинации все проходят Все идет Двигайся, никуда не торопись И мы действительно понимаем Что поединок только подходит к своей середине Да Поэтому куда-то торопиться еще рано Торопиться в принципе с таким опытным соперником никуда не нужно Иначе можно нарваться на неприятности С торопливостью приходят ошибки Которая пока Якубов не допускает И это для него хорошо Вот Рохас активизировался Бас очерканул дальней рукой он так Ну вот то, о чем я говорил Территория Рохаса вторая половина боя Я думаю, он ждал Несмотря на то, что разница в возрасте 15 лет Не в пользу Рохаса 39 ему, 24 Якубова Голы! Такая трехударная комбинация от Якубова Голова, корпус, голова И сразу начинает защищаться Ну вот Рохас включился Да, шестой раунд И видимо какой-то тумблер там у него переключился И гораздо тяжелее стало Якубову Я думаю, вот так вот и будет От раунда к раунду пытаться наращивать Рохаса Да, наращивать, это точно Бьет везде, мы видим Даже в блок он старается ударить сильно Хорошо Попал апперкотом здесь Мухаммад Непростой, непростой раунд для Якубова Совсем по-другому стал резко работать мексиканец Просят больше комбинационной работы Из угла у Якубова Хороший боковой попадает в передние руки Якубов Еще один Отличный эпизод для Мухаммада И только прекращает свои атаки Мухаммад Ходжат Тут же включается Рохас Попытка удара через руку от Якубова Отлично Контрпанчером в этом бою работает Мухаммад На атаку соперникам И с вами успешно проводит В принципе пока чего-то такого не пропускает Опасного, хорошо слова Левый крик достигает цели от Якубова Мухаммад пока что спокойно нейтрализует все атаки мексиканца Да, действует правильно, рационально Шесть раундов прошло Субтитры создавал DimaTorzok Сразу в начале раунда оказался поджатым в угол Якубов, но там быстро защищался и из угла ушел. Но Рохас, если вы заметили, такой всегда выходит очень энергичный после перерыва, сразу же включается, сразу начинает давление, не дает каких-то таких пауз. Видимо, имеет место накачка, хорошая в углу, такой заряд своему бойцу дают. Видимо, хорошая форма у Рохаса, быстро восстанавливается, есть у него вот к этому возможности. С левой, ой, прошу прощения, с правой, конечно же, попал Якубов. Встал тут немного на месте, принял на защиту несколько ударов. Перед Рохасом вставать нельзя, это лишнее. Но опять не стоит забывать, что тяжело постоянно двигаться на ногах, особенно с таким соперником, который вот так вот прямолинейно прет, пропуская встречные где-то удары. Мне кажется, задышал Якубов. К седьмому раунду стало уже тяжело этот темп держать. Ну, как многие бойцы говорят, которые проходили 12-раундовые боединки, что ближе к восьмому к девятому должно открыться второе дыхание. Опасно, Рохас бил слева через руку. Ну, вот, значит, сейчас для Якубова самый опасный отрезок. Седьмой, восьмой, девятый вот эти раунды плюс Рохас будет с каждым раундом наращивать, потому что вторая половина это его вотчина. Да, как минимум он вот раунда с четвертого вот этот высокий темп держит, и такое постоянное давление. Девять раз в своей карьере Томас Рохас проходил дистанцию 12 раундов полностью. Представляете, какой опыт? Невероятный опыт. Это я к тому, что вторая половина это действительно его территория. У него огромный опыт работы в этих длинных поединках. Умение работать на поздних раундах. Кстати, несколько раз сейчас попал с дальней руки Рохас. Опасно он бьет. Ну, вот, Мухаммад всего дважды проходил эту дистанцию, но тоже опыт есть. У нас так немножечко упал темп в этом раунде. Ну, как мы говорили, Рохас начинает раунд очень остро, а потом так ближе, после второй минуты, да, начинает так немного сваливаться и начинает больше идти в клинч и навалом. Ну, стал промахиваться Якубов в этом раунде. Ну, вот теперь попал. И только что попал. И еще на локоть туда приглашает на руку сейчас мексиканец. Но на то он и мексиканец, друзья. Совсем скоро следующий раунд. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Продолжается у нас титульный бой за проезд WBC International. И это уже восьмой раунд. И своя категория 58,8 килограмм. Есть болельщики Мексики у нас в зале. Но за Мухаммада здесь болеют больше, конечно, да. Ну, и вот активизировался Рохас. Сразу чувствуется, что гораздо быстрее стали его движения. Гораздо резче он стал работать. Вот это то, о чем мы говорили. Мексиканец будет включаться. Его момент еще не настал. Он пока ждет. У него есть ресурс к обострению. Он идет постоянно вперед. Много крюков выбрасывает. Главное, главное сейчас для Мухаммада быть готовым к этому моменту. Не прозевать, когда включится Мексиканец. Не отдать ему инициативу. Постараться, скажем так, его работу перекрыть своей. Но с другой стороны, опять же, если рассуждать о выигранных раундах, мне кажется, на данный момент у Якубова прекрасная подбуха безопасности из раундов. Я не буду называть конкретные цифры на всякий случай. Хорошо попал, кстати, до этого в эпизоде Мухаммада. И по корпусу сейчас Рохас дважды вставил опасно. Пытается здесь поймать Якубов своего соперника хорошим плотным ударом. Но на месте быстро восстановился Рохас и сразу включился опять. Аперкот так очень узко попытался заударить в разрез здесь Якубов. Так немножко качнуло назад Рохас, но, мне кажется, это у нас уступился. Ну да, там скорее на ногу ему наступил Якубов, если я ничего не путаю. И слева у Рохаса попадает Рохас. Вот эту руку не надо, мне кажется, Якубову. Это не его работа. Это работа Рохаса. И видно, как тяжело дышит Якубов в таком темпе. Перемещаться очень сложно уже в восьмом раунде. Но на ближней дистанции тоже застаиваться не стоит с Томасом. Он уже отлично ужалил и тут же ушел. И еще одно попадание слева. Вот эти удары очень важны. Они сейчас сразу переводят Рохаса на голову. И сразу, я думаю, подумает о своем поведении мексиканин. Хорошая концовка для Мухаммада. Рохас тоже включается в концовоке. Прошел с трюками вперед. Причем локти очень узко держит. Возможность на апперкот подцепить, но чуть-чуть не успел Якубов. Впереди все самое интересное. Девятый раунд ждем. Девятый раунд ждем. Девятый раунд ждем. Хорошее попадание в самом начале девятого раунда от Мухаммада. Рохаса немножко. Не ожидал он. Сам пошел вперед, он наскочил. Для Якубова это отличный козырь, чтобы продолжить работать в этом раунде. Пробивает, пробивает Якубов. Еще попадает. Отличные, отличные удары. Вот эти самые опасные раунды, то, о чем мы говорили, очень уверенно проводит Якубов. Возможно, второе дыхание открылось у Мухаммада. Девятый раунд. Уже пора. Стал, стал опасаться этих ударов, Рохас. Совсем по-другому стал себя вести по сравнению с прошлым раундом. Опять стал защищаться много корпусом, изворачиваться. Ну, в принципе, его прозвище говорит само за себя. Черевь, как мы уже говорили. Такой он, изворотливый. Ну и плюс, учитывая, что он начинал с 58, то у него раунды 173, у него действительно было ему в пору прозвище Черевь. Отличная двойка с корпуса Макболову от Мухаммада. Ну и, в принципе, очень уверенно работает Якубов. Причем, каналы гораздо опытнее мексиканцев. Но мне кажется, сейчас сложилась такая ситуация, что это уже Рохасу нужно что-то придумывать и пытаться удивить Якубова. Потому что Якубов пока своего соперника читает практически полностью. Мне кажется, все-таки открылось второе дыхание Мухаммада. Он стал посвободнее, дышать. Гораздо увереннее. Слова вернулась к нему такая вот эта скорость стартовых раундов. И снова больше начал двигаться на ногах Мухаммад, закручивать. Он настолько опасно бьет свои вот эти крюки. Все-таки мексиканец прям хлещет ими. Причем бьет очень коротко и узко. Опять включился здесь мексиканский боксер. Видимо, решил забрать концовку раунда в этот раз. Да, он понимает, что он очень много пропускал в начале и пытается забрать концовку. Ох, как опасно пытается пробить в печень Рохас. Пытается, пытается поддавить концовку Рохас и пропускает левый боковой. Но с другой стороны, он уже очень много таких стушил и даже ни разу не пошутнился. Держит их. Да, спокойно абсолютно выдерживает мексиканец. Ох, сейчас снова пропустил на скачке и аж улетел, потеряв равновесие. Мексиканец. Ох, хорошее попадание. Вот это плюшка под конец раунда. Бубов буквально подловил сейчас на атаке мексиканца и вот таких ударов ему нужно побольше. Но мексиканец крепкий. Мексиканец спокойно сидит, даже улыбается до сих пор. Хотя такой тяжелый удар. Да, очень тяжелый. Главное, навстречу еще поймал. Запилком не коснулся у твоей спины. Друзья, следующий раунда. Передернуть, сам он может атаковать и его провалить. Смотри, у меня там идет Косана-Коса. Не надо рисковать такой. Осталось два раунда. Это 10-й? Северный раунда. Понял? Все, дистанция, комбинация хорошая. Комбинация не работает. Мне надо даже акцент, блин. Расслабься, давай, комбинация. Стоять. Стоять. Друзья, мы успели насладиться повтором заключительного удара в прошлом раунде. Где это было очень красиво в замедленном повторе. Да, видеорежиссеры нам показали несколько раз попадание. Действительно, хорошее было попадание. И, возможно, не в лоб, а чуть-чуть ниже попади. Да, все закончилось бы. Все бы могло закончиться. Ну и плюс, в какой-то мере, не то чтобы повезло. Ну, то есть, правильно сделал Рохас, что широко ноги расставил. Иначе бы, я думаю, они подкосились. Уверенно плотно он стоял. Действительно плотно стоял. Ну и плюс там сразу был гон. Ну и у Якубова то самое второе дыхание, судя по всему, открылось. То, о чем мы говорили ранее. Он гораздо быстрее, гораздо увереннее стал работать. Ну вот сейчас показалось мне низковато очень у Дайра. Томас, но он не стал жаловаться здесь. Ну да, кстати, Мухаммад не апеллирует к рефери при любом удобном случае. Но, как мы говорили, сейчас приехал только со сборов из Соединенных Штатов Мухаммад. И, я думаю, там большое количество спаррингов он проводил именно с мексиканскими боксерами. Они бьют очень много по туловищу. Отлично так на отходе трехударной комбинации попадает Якубов. И очень уверенно, очень уверенно работает Мухаммад. Опасно очень пятится все-таки от Рохаса на дистанции. Слишком длинные у него руки. И вот ищет свой момент сейчас Рохас. Да, начал двигаться, начал очень много защищаться корпусом. Много обманных действий. А Мухаммад стал, кстати, длинные паузы брать. Возможно, зря. Вот эти длинные паузы отходят на дистанцию. Он дает время мексиканцу подумать, спланировать свою атаку. Мне кажется, он зря это делает. Нужно сбивать с толку мексиканца. Отлично получилось. Вот так. Вот этими ударами они не дают ему думать, потому что боль мешает. Вот включился Рохас. По корпусу за локоть там попал. И немножко забегал к Якубов. И клинчует Мухаммад. Это не хороший знак. С другой стороны, возможно, решил немножко сэкономить силы на концовку Мухаммад. Чуть подубавить. Понимает, что есть определенный запас, скажем так. Я думаю, после этой паузы Мухаммад попробует еще так сделать один спурт в конце этого раунда. А я думаю, да, сейчас услышит он молоточек, оповещающий о том, что осталось 10 секунд и полетит вперед. И попытается собрать этот удар. Повторить удачную концовку, как в прошлом раунде. Ну вот, да, вот эти удары, к которым мы уже привыкли, которых не было сейчас какое-то время в 10-м раунде. Буквально влетел соперником мексиканец и впереди самые настоящие чемпионские раунды. Да, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Одиннадцатый раунд. Серийно начал его Мухаммад. Пробивает, тут же уходит, не остается на ногах. Рохас плотно встал на всю ступню, видимо, и идет вперед для того, чтобы попытаться порубиться там. Высоко перчатки держит Рохас так. Готов принять какие-то удары, но лишь бы оказаться на ближней и средней дистанции и зацепиться за соперника. Вот эту бомбежку по туловищу не прекращает Рохас на протяжении всего поединка. Хорошая четырехударная комбинация от Якубова. Быстро, легко и уходит на ногах. Вот, кстати, в какой-то мере, наверное, даже пророческим было видео, которое нам показали перед боем, потому что рассуждали там о том, чей же ритм возьмет верх в этом бою. И мне кажется, пока что ритм Мухаммада Якубова управляет этим поединком, скажем так. Его конопады пока гораздо эффективнее. А уже одиннадцатый раунд тем временем. Начинает кружить Мухаммад вокруг своего соперника. Возможно, решил все-таки, да, вот эти два раунда взять. Ну, не то, чтобы перерыв, но то есть чуть сбавить обороты, чтобы потом в двенадцатом на все деньги, как говорится. Постоянно бьет по корпусу, очень много вот этих крюков, узкий и короткий Рохас. Ну, локти, локти часто на месте у Якубова, на самом деле, не так много в этом бою он пропустил в корпус. Снова включилась группа поддержки Мухаммада. Этот оверхэм был ожидаем для всех, включая Мухаммада. Слишком так много тут попалывающих роликов. Да, и прогонил Якубов там, на каком зал после этого. Хорошо, ушел. И зациклился, мне кажется, на корпусе Якубова сейчас Рохас. Там практически полностью открыта в некоторые моменты голова у Якубова, но туда не бьет Рохас, на ближний. Продолжает обрабатывать корпус. Снова начал кружить на ногах Мухаммад. Не дает он за себя зацепиться своему сопернику. Молодец, молодец. Концов каранда поплавил, поплавил, да, Якубов. Но Якубов все видел, он прочитал движение, выбросил свой удар. Друзья, нас ждет 12 раунд. Дыши, дыши. Сейчас играем, играем. Как бы не пропустить. Пошел. Пошел. Еще. Еще. Сейчас двигаемся, играем. Понял? Легко, быстро, без заруб, без всего. Либо межи, либо убегай. Понял? Уважаемые дамы и господа. Итак, нас ждет заключительный раунд боя. Боксеры поприветствовали друг друга в центре ринга, и нас ждет заключительная трехминутка. Да, 12 раунд. Тянет, тянет на себя Мухаммад. Без тебя, быстро, быстро, быстро. Без тебя, быстро. Снова так навалом летит вперед мексиканский боец, пытаясь пробить по корпусу. Все видит Мухаммад, все удары в блок. Чего-то он не пропускает, сам достаточно плеско бьет передней рукой. Ну и совсем уже читает вот эти атаки соперника Якубов. Вот некоторые просто уже, мне кажется, на автомате выбрасывают боковые, они доносятся до цели. А вот это да, вот это зря. А вот это хорошая была комбинация. Провалил и тут же ударил очень красиво на ногах. В такие моменты он преподает такие уроки, работая на ногах, как левши. Отлично попадает, левши под дарил. Успел смягчить там Рохас так. Ну да, днем головой. Ну вот это уровень, это опыт. Понял Мухаммад сколько остается времени, понимает, что есть у него еще силы и включился. Правильно делает, отступать-то ведь уже некуда. Он понимает, что 12-й раунд, нужно по полной обработать. Да, он понимает, что на 12-й раунд у него есть силы. Да. И включает хорошее попадание снова слева от Мухаммада. Но надо отметить, держит мексиканский боксер, показывает стойкость. Молодец. Быстро, быстро, легко. Хорошо, да, поймал, застоялся на одной ноге там Рохас. Но и обратите внимание, да, подвижность какую включил на ногах все-таки Мухаммад. Насколько он начал закручивать ногу. Ну вот он скопил эти силы, скажем так, сэкономил в предыдущих раундах. И теперь пользуется этим резервом. Ох, хорошо, снова в разрез попадает Якубов. Сколько раундов уже принял на себя сейчас Рохас в этом раунде. Но надо отметить его стойкость. Очень много раундов он принял на себя. Только по ударам. Ударов, да. Так он за этот поединок, ну я не знаю, честно, мне кажется, там за сотню попадания перевалили у Якубова. А в 12-м точных было очень много. Молодец, Якубов. Это, конечно, не буду я использовать слово диктаж, но очень-очень уверенный поединок в исполнении Мухаммад Куджи Якубова. Дает промахнуться подгонку своему сопернику. Мухаммад показал свой класс на 100%. Нужно послушать сейчас, с каким счетом отдадут все-таки судьи. Будет интересно. Это очень интересно. Отдадут ли хоть один раунд в пользу мексиканцев? Посмотрим. Это шишка. Терпи, терпи, терпи. Выдавляйся. Терпи, терпи. Сейчас выпьем. Ладно, красавица. Только ничем править. Не, два, пять. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Судья Сигов. 118-110. Судья Лехтасаари. 117-111. Судья Тазна. 119-110. Победу единогласным решением судей одерживает. И остается чемпионом WBC International Мухаммад Якубов. Чудо! Ну что ж, друзья, третья успешная защита этого титула, этого пояса в карьере. Мухаммад Куджиеву. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.